МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы найти общий язык с этим мужчиной, сыщикам понадобился переводчик. 37-летний гражданин Китая подозревается в убийстве двоих соотечественников на территории Иркутской области. За это он объявлен в розыск и полиции КНР. Через переводчика немного он признает, что участвует, осознает совершенное, находится в расстроенных чувствах. Преступление совершено в 2012 году. То есть в международном розыске он уже почти год. Вместе с предполагаемым убийцей полицейские задержали на Сапоговской пилораме еще 11 иностранцев. Четверо из них – граждане Таджикистана. Все они трудились тут незаконно, без разрешающих документов. Откуда приехали в Хакасию? Чем занимаетесь в республике? Задержанные составляли практически весь штат пилорамы. Сегодня работы здесь приостановлены. Как выяснилось, даже местные жители знали, что на предприятии работают нелегалы. Знали, но молчали. Я давно видел, что он здесь работает. Вот здесь уже не первый год. Стоит также отметить, за привлечение иностранцев к работе наказание в виде штрафа ждет и собственника пилорамы. Кстати, он тоже выходец из азиатского государства. После проверки 11 мужчин будут, скорее всего, выдворены на родину, а предполагаемый убийца отправится к иркутским следователям. За двойное убийство ему грозит внушительный срок. Впрочем, даже после российской тюрьмы его ждут на родине. Закон Поднебесной предусматривает за совершенное преступление смертную казнь. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Евгений Чаптыков. Вести Хакасия. В Абакане вновь была задержана крупная партия наркотиков. Дельцы припрятали зелье в бензобаке машины. У сотрудников наркоконтроля была оперативная информация о том, что двое жителей Тувы собираются провести гашиш в Хакасию. Чтобы найти искомое, им пришлось разобрать пол автомобиля. Информация о том, что группа молодых людей, жители Тувы, повезет довольно крупную партию, поступила заранее. Около двух часов ночи на подъезде к Абакану автомобиль был задержан. От добровольной выдачи наркотика подозреваемые отказались. Пришлось досматривать машину, привлекать кинолога со служебной собакой. Собака вела себя довольно тревожно, но не могла точно обозначить местонахождение. Поэтому пришлось машину буквально разбирать по запчастям. Наркотик все-таки был обнаружен. Он находился в районе задних сидений автомобиля, внизу в бензонасосе. Запах, конечно, был очень сильный. Но, тем не менее, это удалось обнаружить, найти и изъять. Очередной срок парламентского спикера пророчит Владимиру Штыгашеву местное отделение партии «Единая Россия». Накануне партийцы тайным голосованием на региональной конференции в большинстве поддержали его кандидатуру. О том, что еще обсуждали на собрании, расскажет Константин Кравцов. Это довольно символично. Представители «Единой России» партии, которая на прошедших выборах оставила далеко позади своих оппонентов, собрались сегодня в Абаканском центре культуры «Победа». На конференции представители всех районов республики, более ста человек. По итогам выборов почти 70% состава Верховного Совета, а это 34 кресла из 50, заняли «Единая Россия». Счет, если не разгромный, то ощутимый более чем. Одна из тем нынешней конференции – перспективы работы партии. И, очевидно, «Вектор» остается прежним практически все сферы общества. Не буду говорить о других партиях, но точно скажу, что в «Единой России» работа идет не от выбора к выбору, она идет постоянно. У нас есть куча проектов партийных, которые мы реализуем, как по линии законодательной власти, так и по линии исполнительной. Стой большой уровень поддержки «Единой России» в первую очередь – это обязательство, аванс доверия людей перед «Единой Россией» и обязательство «Единой России» реализовать все те обещания, наказы, которые были изложены в нашей программе. Стоит также отметить, нынешняя численность представителей партии в парламенте позволяет принимать законы единороссам без учета мнения других депутатов. Открытие конференции провел секретарь отделения и вновь избранный глава республики Виктор Зимин. Он отметил, что положительная динамика развития региона, в том числе заслуга партии – это и бизнес, и социальная сфера, и образование. Притом он попросил коллег не останавливаться на достигнутом. Я бы хотел, чтобы мы все понимали, что нам очень еще и важно не просто искать точки роста в тех, кто у нас работает уже. Нам очень важно сегодня создать ряд новых предприятий, больших, крупных, с другими технологиями, с новыми. Нам нужно как минимум 4-5 миллиарда добавить с учетом нашей верхней точки 18-ти миллиардных собственных доходов. Нам надо иметь где-то минимум 23-24 миллиарда собственных доходов. Также на конференции партийцы тайным голосованием выбирали своего кандидата на должность председателя Верховного Совета. Согласно представленным кандидатурам, выбор у единороссов невелик. Как это нынешний председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев и его зам Юрий Шпигальских. Партийцы сегодня остановились на первом варианте. В любом случае, кто займет кресло спикера Верховного Совета, станет известно на ближайшей сессии депутатов 18 сентября. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. В Абакане земля ушла из-под колес владельца иномарки. В прямом смысле слова. Все случилось минувшей ночью. Владелец авто неудачно припарковался возле одного из развлекательных заведений города. По словам очевидцев, глубокой ночью, примерно около часу, водитель на полном ходу угодил в яму. Известно, что водитель был трезвый и не получил травму. Никаких предупреждающих знаков и ограждений на месте происшествия не было. Подобный случай, как выяснилось, здесь не первый. В июне в западню также угодила легковая машина. По мнению ГИБДД, грунтовые воды размыли данный участок парковки. Люди же говорят, что бригада рабочих проводила здесь ремонтные работы. Владелец машины намерен найти виновных и взыскать ущерб. По предварительным подсчетам, ремонт может обойтись в несколько десятков тысяч рублей. Ограждения были уже в яме до того, как он попал туда. Он вызвал для этого игрешников, чтобы начать этот вопрос, наказать дорожников. Да, я считаю, что в таком случае стоит разобраться с дорожниками, которые ведут здесь работы. Руководителям Саиногорского полицейского, обокравшего магазин, вынесен выговор. Такое решение руководство МВД Хакасии приняло по результатам в служебной проверке. Начальник дежурной части МВД по Хакасии получил выговор, а заместитель начальника Саиногорского отдела МВД получил строгий выговор. Напомним, в конце августа в Саиногорске сотрудник полиции спрятался в магазине перед закрытием, а ночью забрал деньги из кассы и попытался вскрыть терминал. Его задержал отряд вне ведомственной охраны. Поможем всем миром! Жители Хакасии откликнулись на просьбу помощи жителей дальневосточных районов, страдающих от длительного наводнения. Торговые сети и предприниматели собрали почти 9 тонн продуктов и воды. Также республика отправит сельхозпродукцию, уголь и одежду. По мере наполнения будет сформирован железнодорожный состав и направлен на Дальний Восток. Сейчас в Территориальное управление соцподдержки населения готовят пункты приема теплых детских вещей. А в Абакане с 16 сентября откроется пункт приема гуманитарной помощи от населения по улице Вяткина, 16. Сюда можно приносить теплую одежду, обувь, предметы первой необходимости и продукты – крупы и консервы. Главное, чтобы вещи были герметично упакованы. Напомним, от разлива Амура на Дальнем Востоке пострадало уже более 100 тысяч человек. В зону затопления попали детские дома, сады, школы. Хакасия готова предоставить 600 мест для эвакуированных из зоны бедствия. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения первого в Хакасии профессионального журналиста Семена Доброва. В разные годы он работал главным редактором газет «Ленин Чолы» и «Советская Хакасия». И даже был субкором «Московской правды». Воспоминаниями о журналисте с нашей съемочной группой поделились его коллеги. Любовь к слову Семену Доброву передал наследство его отец, который славился талантом рассказывать народные сказки. Закончив школу, будучи журналист, стал преподавать грамоту местным жителям. С профессией Добров впервые познакомился, будучи пропагандистом передвижной красной юрты. Семен Константинович стал первым в Хакасии, кто получил настоящее журналистское образование. Затем работал в ведущих газетах республики главредом. Спустя десятки лет у коллег о нем только теплые воспоминания. Он меня научил газетному делу и вообще культуре научил. Для меня этот человек до сих пор остается, не знаю, вот как символ, что ли, такого человека, настоящего такого. В честь юбилея Семена Доброва в Хакасию из Америки специально прилетела его старшая дочь Елена. Елена утронула, что на родине до сих пор помнят и любят ее отца. Впрочем, так было и во времена ее детства. Дом Семена Константиновича всегда был открыт для гостей, а вот о творчестве отца дочь помнит не так уж много. Честно говоря, я журналистикой не интересовалась. Я стала химиком и я интересовалась математикой. И в основном как бы науками. Но что я очень хорошо помню, что папа всегда работал. Каждое воскресенье полдня он писал. Коллеги Доброва переживают, что журналисты знают только в его профессиональной сфере и хотят, чтобы в его честь в Абакане установили памятник. Ведь именно Семен Константинович дал старт профессиональной журналистики в Хакасии. Акцию под названием «Три орешка для белочки» объявляет Абаканский зоопарк. Любой посетитель может подарить белкам кедровую шишку, опустив ее в специальный ящик рядом с беличьей клеткой. Дело в том, что осень для белки – период запасания кормов и устройства хранилищ. При этом у белок, живущих в неволе, страсть запастить кормами сохраняется. А вот орехи им брать негде. Поэтому они с удовольствием примут подарки от посетителей в виде шишек и кедровых орехов. Акция уже стартовала. В Краеведческом музее открылась выставка под названием «Бенефис Тапанова». Она посвящена 110-летию со дня рождения первого хакасского театрального деятеля. В музее подготовлена экспозиция, в числе экспонатов которой фотографии, документы, рукописи и подлинные предметы, принадлежавшие писателю. Выставка будет работать в течение месяца. Александр Тапанов был талантлив во всем. Он известен как драматург и литератор, один из создателей хакасской письменности, автор первого хакасского букваря, актер и руководитель национального театра. Поэтому каждый из экспонатов вызывает особый интерес. Сценарии, написанные его рукой, а также его знаменитые очки. Материалы для экспозиции собирались у родственников писателя и в театрах Хакасии. Особое место отведено историей постановки первой хакасской музыкальной комедии «Одураченный Хархло». Посетители смогут увидеть тексты пьесы с авторскими правками, реквизиты актеров и уникальные театральные костюмы, чудом дошедшие до наших времен. Из самых ценных экспонатов первые книги Тапанова, изданные на хакасском языке. Это пьеса с учением без нужды и сборник стихов «Книга песен». Были изданы в Москве в 1928 году. Вот у нас нет книг древнее, так можно сказать, сегодня. Потому что в 1924 году возникает хакасская письменность, и в 1928 году на хакасском языке выходят эти первые книги. Вы их увидите на выставке. Развитием национальной культуры Тапанов начал заниматься в 20-е годы прошлого века. Именно в это время он занимался созданием хакасской письменности и первых учебников. Переводил на хакасский язык просветительские брошюры. В 1931 году основал Хакасский национальный театр и стал его бессменным художественным руководителем. Для Александра Тапанова театр был настоящим вторым домом. Именно здесь, в Центре культуры имени Кадышева, были сыграны его лучшие спектакли, среди которых «Сын хакасского народа» и «Одурачный Хархло». Эти постановки стали основой театральных традиций Хакасии. Репрессии 30-40-х годов вынудили Тапанова покинуть малую родину. Умер Александр Михайлович в 1959 году в Крыму, но память о великом деятеле Хакасии удалось сохранить. Бесплатные лекарства или деньги? Такой выбор должны сделать получающие льготы до 1 октября. Какая сумма будет выплачена льготнику, если он откажется от соцпакета? На этот и другие вопросы ответит Елена Горковенко, начальник отдела фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения, в нашей рубрике «Интервью». Сразу после вестей. А из новостей у меня к этому часу все. Удачных вам выходных. Тем более, что синоптики обещают, что они будут без осадков. И до встречи на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин